110 тонн отходов в сутки. Именно столько принимает станция по перегрузке мусора на улице Добросельской. Это половина всех бытовых отходов жителей областного центра. Они поступают на конвейерную ленту и сотрудники предприятия сортируют мусор вручную. Правда, извлечь полезные фракции для переработки из всего объёма удается пока лишь на 10%. Чтобы увеличить показатель, нужна модернизация. В чём будет состоять этот инвестиционный проект? Будет поставлена ровно такая же линия, на которой можно будет отбирать дополнительные фракции отходов. И мы планируем в рамках нашей инвестиционной программы поставить определённый сепаратор. Это уже в России достаточно популярное оборудование, используемое в сортировке, которое будет вытряхивать из мусора мелкие фракции, органику. Это позволит существенно увеличить процент сортировки. Предприятие также занимается раздельным сбором мусора. Совместно с партнёрами компания уже установила специальные сетки в половине Владимирских дворов. В них можно положить бумагу, стекло, пластик и алюминиевые банки. После установки новой линии на станции сортировки можно будет отбирать, например, упаковки «Тетропак». К июлю следующего года сетки для раздельного сбора планируют поставить в каждом дворе. Специалисты говорят, при таком подходе вполне реально перерабатывать до 90% отходов. Конечно, такие сортировочные комплексы очень нужны и нашему региону, и другим регионам. Они позволяют снизить объём мусора, поступающего на полигоны, а в некоторых случаях даже и совсем освободить полигоны от загружаемого мусора. Также получение вот этих дополнительных перерабатываемых фракций, что тоже является большим плюсом при сохранении какого-то дополнительного сырья. Специалисты станции перегрузки мусора проводят встречи с жителями и экскурсии для студентов-экологов. Им показывают все этапы работы с отходами. Мы осмотрели, где собирают мусор, где его сортируют, как его сортируют. В основном сортируют пластик, стекло, также бумагу. Их можно использовать повторно. Во Владимирской области в 2024-2025 годах планируют открыть два комплекса по переработке отходов в Камешковском и Петушинском районах общей мощностью до 500 тысяч тонн в год. Подобные комплексы уже успешно работают в других регионах страны, например, в Туле. Плюс, соответственно, у нас сейчас строятся два комплекса, опять же, в Камешковском районе, это у деревни Тереховицы и в городе Муром. Это мусоросортировочные станции, которые должны будут быть введены уже в текущем году. Все эти меры, говорят в областной администрации, помогут нашему региону разгрузить мусорные полигоны и сократить количество захоронений отходов в два раза. Татьяна Гордеева и Андрей Беляков.